За три грёбаных дня вы, друзья, нихрена не сделали. Положили здесь одну вот эту вот плиту. Как за оставшиеся два вы собираетесь достравить плотину, я, честно говоря, без понятия. Это грёбаный сосед, хорош сверлить. Вы это слышите? А я, мать его, это слышу. У меня тут трясётся всё. Ну и я, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть нашу любимую карьеру на зелёной долине. Если же этот грёбаный перфораст попал, не знаю, вы его слышите, то я извиняюсь. У меня другой возможности записать всё это не будет, поэтому надо сейчас, я ждать не намерен. В общем-то, друзья, что у нас, короче, происходит? Во-первых, прошёл дождик в прошлой серии и он помыл нам всю технику. Ну, не всю, но чё-то помыл. Вот копейка, например, вообще как новенькая стала выглядеть. А вот трактора, камазик как-то вот не очень, если честно. Не знаю, как это работает. Может, они более грязные были. Короче, дождик нам, будем считать, что всё помыл. Газончик стал более-менее такой. Не знаю. У нас, в общем-то, сезон подходит к концу, по большому счёту. Не знаю, рад этому кто-то или не очень. Я, с одной стороны, даже рад. Надо немножко с зелёной долины отдохнуть, поиграем на другой карте. Ну, ещё есть целых две серии, поэтому, в общем-то, и есть чем позаниматься. В общем-то, на шестнадцатом поле у нас созрел чесночок. Вот так это падло здесь выглядит. Я обожаю чеснок, если честно. Всё с чесноком оно становится лучше. Правда, видимо, то ли он здесь не засеялся нормально, то ли его немножко разворовали. Но в ближайшее время вампиры нам не страшны, это точно. Соответственно, этот чеснок нужно чем-то убрать. И для этого надо купить, друзья, комбайн. А именно будет это КС-6. Типа советский. Хотя я не знаю, чем он отличается от другого КС-6, который был типа польский, этот Форт Рихт. Или как он там назывался, который мы убирали свёклу. Этот комбайн идёт от автора этой самой карты. Он типа платный, но его типа слили. Я, в общем-то, в нём ничего особенного, если честно, не вижу, за что можно платить бабло. Потому что, если взять тот же самый КС-6, который Форт Рихт, они почти ничем не отличаются, и этот вроде как ничуть не хуже. Форт Шрит, ё-моё. Их, короче, много, на самом деле, в интернете всяких хранится. На любой вкус и цвет можно найти. Ну ладно, мы не об этом. Он, в общем-то, идёт в паке с картой, поэтому его мы и купим. Он стоит 32 тысячи. В общем-то, мы его покупаем. И к нему нужно купить ещё и жаточку. Жаточки здесь, походу, все одинаковые. И нет никаких вообще обозначений, для чего она предназначена. Это эта жаточка? Кстати, я вот не знаю, как это работает. Ну, наверное, это. В общем-то, вот эта у нас штука предназначена для чеснока. И самый большой камень в огород автора этого мода. Они внешне все одинаковые. И как их отличить между собой, если они будут 5 штук стоять? Хрен его знает. Потому что, если мы возьмём другую для лука, выглядит она точно так же. Абсолютно точно так же. И модифицировать мы их никак не можем. По разным цветам хотя бы или логотипы. Ну, боже мой. Это же очевидно. Ну да ладно. В общем-то, мы это дело берём. Даже здесь эта грёбанная анимация. Она, честно говоря, меня раздражает в газоне. В общем-то, выглядит оно всё не так уж и плохо. Как это работает, я ума не приложу, если честно. Может быть, кстати, комбайн без вот этой жатки нормально работает. А жатка, она цепляется к трактору. И можно трактором это всё дело убирать. Блин. Я, наверное, зря купил жатку. Но это не жатка. Это как бы прицепной комбайн, что ли. А кс-6 жаток, я так понимаю, не требует. Может сразу убирать. Ааа. Как сложно с этим разобраться. Ладно, я, в общем-то, сейчас перегоню вот эту штуку на поле. И мы там посмотрим. Твою мать, у нас магазин закрыт до 7 часов. А уборка кипит. Боже мой, как это всё надоело, а? Постоянно надо всё вот так вот через забор перекидывать. Не на того напали, друзья. Так, дружище, добро пожаловать на нашу ферму. Ну что ж, давайте попробуем его включить. Он включается просто так. И мне кажется, это самоходная хреновина, которая будет всё собирать. Нет, она ничего не собирает. А если вот так вот опустить? Ага, даже если опустить, ничего не собирает. А если вот так вот сделать? Всё равно. Так это просто не работает. Что-то пошло не по плану. Предназначен для уборки сахарной свёклы, картофеля, бла-бла-бла. Это всё понятно. 4000 литров бункер, всё он собирает. В свеклоуборочной технике присутствуют вот такие вот хреновины. Перед уборкой свеклы необходимо срезать ботву. Кажись, сначала надо проходить трактором по ботве, а потом уже ехать вот этой хреновиной. Но там тоже на той штуке была какая-то хреновина, которая позволяла это самое. Ну типа конвейера. Блин. Включаем её. Опускаем. И ничего не происходит. А поле-то у нас хоть созрело-то? Поле у нас созрело. Всё нормально. То есть я не совсем лошара. Ну то есть я лошара, но... Ладно. Так, друзья. Перегнал я вот эту вот хреновину вторую, которую мы купили. И попробуем, в общем-то, включить её. А вот она заработает, я не знаю. Теоретически она должна удалить ботву. И что-то из неё сыпется. Походу, да. Она просто удаляет ботву. То есть мы вот так вот проезжаем. Сейчас мы это заглушим дело. И по пройденному уже... Что у нас тут изменилось? Да, он срезал вот это зелёные листики. Блин, это по пандосу, если честно. Теперь запускаем вот это дело. Включаем. Опускаем. Опускаем, я сказал. И попробуем проехаться. Посмотрим, будет оно что собирать или нет. Да, оно собирает. Да, понятно, два этапа. От этого никуда не деться. Ладно. Убираем это всё дело тогда с поля. Прибавилось нам немножко геморроя. Но ладно, ничего не поделать. Надо, получается, вот этим вот трактором сначала здесь всё пройтись. Ну ладно, ничего страшного. Просто дополнительная работа. Отправляем работать Валерона. Пускай, в общем-то, работает. Надеюсь, всё нормально он поубирает здесь. Без всяких косяков. Два с половиной метра ширина. Кстати, пишет, что урожай возможный. Где у нас тут это было написано? Только что же попадалось. Мне 168 кубов с этого поля. Это много. Это много. Это хорошо. Я люблю, когда много урожая. Правда, вот этим вот комбайном с бункером 4000 литров, оно будет убираться, мне кажется, миллион лет. А ещё, друзья, прикол в том, что у нас ширина этого комбайна 2,7 метра. Хотя, мы, друзья, всё равно запускаем Валерона работать. Ширина уборки комбайна чуть больше, но мы его отправляем работать, чтобы он 2,5 метра собирал. Это будет, наверное, даже эффективнее. И он уже забился на 20%. Надо ещё Валерона ставить на вот этот трактор. Он, кстати, даже не умеет здесь ездить. Ладно. Не успел я, друзья, рассказать ему, куда ездить разгружаться, как этот уже заполнен. И самое главное, конечно, посмотреть, будут ли они друг с другом работать. Я надеюсь, что будут. С этим могут определённо возникнуть проблемы. Боже, сколько здесь чеснока. Здесь его реально дохрена. Вампиры нам реально не страшны. Этот ещё стал здесь, скажем так, не самым удобным образом. Ну чё, этот подъезжает даже. А нихрена, знаете ли, Валероны с этим работать не хотят. Он подъезжает справа. То есть в этом платном моде даже неправильно поставлена сторона разгрузки для курсплея. Неправильно прописана. В платном моде, друзья. Короче, друзья, после кучи времени, потраченных на... Ну, вы поняли. На секс с этим комбайном. В этом платном моде, оказывается, просто неправильно прописана сторона разгрузки. Он, скорее всего, переделывался из какого-нибудь картофелеуборочного комбайна, который по умолчанию с разгрузкой справа идёт. Он к нему не хочет подъезжать слева. Он подъезжает к нему только справа. Гениально, Ватсон. Я готов поспорить, если кто-то писал по поводу этого... Автору этого мода. Он стопудово доказывал, что... Да всё же тут правильно. Всё работает. Но вы же понимаете, что ручками я это делать не буду. Я, конечно, псих, но не настолько. Поэтому, дружище, Валерона увольняем. Они не любят такую технику. Мне она тоже не понравилась, если честно. Это просто фейл. Не, может быть, я в чём-то тупой, конечно. Извините, если я не прав. Но я за 10 минут не смог их подружить между собой. Поэтому я дальше мучиться не собираюсь. Этого пацана мы тоже убираем. Потому что мы не нуждаемся в его услугах. Вообще ни разу. Пускай стоит здесь. И теперь мы это всё говно продаём. Только деньги нам полностью за него не вернут. А жаль. Вот, друзья. Вот это хреновина. Будет работать нормально. По крайней мере, должна. Она не предназначена для чеснока. Но путём некоторых манипуляций. Как её развернуть? Да. Путём, в общем-то, некоторых манипуляций. Можно легко сделать так, что оно будет замечательно собирать чесночок. Хе-хей. Всё работает. И выгружаться оно будет слева. И Валероны должны будут с этим нормально работать. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Тут, правда, есть один косячок такой небольшой. Тут бункер на 100 кубов. А прицеп у нас на 10 или на сколько там? На 20. На 12, да? Ну ладно. Я надеюсь, они с этим справятся каким-нибудь образом. Ох, как всё работает. И даже по-нескошенному всё везде работает. Слушайте, прекрасно просто. Нахрен платные моды. Особенно, если они говно. Особенно, если они не работают. Ой, нормально. И пойдёт. Всё. Дальше Валерка. Пускай ей собирает. Всё должен чистенько собрать. Ну, кстати, прилетела баблишка нам за Силос. Потому что Зилок там катался, перерабатывал что-то. Точнее, Зилок освобождал бункер Дегистата. И, соответственно, шла переработка. И Валероны, вроде, нормально будут работать с этим дерьмом. Правда, он его догнать не может. Комбайн ездит 20 км в час по полю. Ну, вроде догнал. Этот даже увидел трубу. И даже начал рассыпаться. Короче, каким-то образом это всё у нас вроде как работает. И, надеюсь, будет работать. Ладно. Не будем о грустном. Погнали веселиться. Перед началом записи этой серии у меня было два варианта развития событий. Они пока что никак не будут влиять на дальнейший ход нашего сценария. Я, в общем-то, провёл опрос. Десятиминутный экспресс-опросик. Кто успел, тот ответил. Но, в принципе, все меня поддержали, скорее всего. Я тоже ненавижу рыбу, на самом деле. Поэтому сегодня мы будем заниматься тепличками, мать их. У нас тут можно выращивать много чего. Но эти теплички нужно все прикупить. И стоят они, кстати, денег. Это что такое вообще? Это какая-то гигантская клубничка? Серьёзно? Тут ничего не написано даже. Это реально похоже на клубнику, только какую-то здоровую. Охренеть. А это что такое? Это похоже помидорчики. Ужасно сделано, если честно. Вот это капусточка. А, вот здесь у нас клубника будет появляться. Я, в общем-то, ладно, я не тестировал. Я не знаю, как это работает. В меню карты все эти теплицы идут по отдельности. Их нужно все покупать. И мы, в общем-то, сейчас возьмём несколько штук. Насколько у нас хватит денег. А насколько у нас денег не хватит, мы пойдём эти деньги зарабатывать. У нас есть товары различные. Это сахарочек там, по-моему, у нас был. Сахарная пудра у нас была. Не хватило у нас денег. Ещё две теплицы. Ну-ка, расскажите мне, как это здесь работает. Ни одного триггера не могу словить. О, вот здесь. Контейнеры, жидкие удобрения, вода, компост. И на выходе перец. Здесь у нас перчик. Так, вообще, эта штука должна у нас открываться. Да, она открывается. Соответственно, здесь у нас будет расти перчик. Компост у нас есть. Компост мы привезём. Контейнеры, кстати, контейнеры, наверное, у нас есть. Но тут где-то нужны контейнеры, где-то нужны ящики. Что у нас здесь? Баклажаны, мать их. Охренеть, сильно. Это тоже откроем, чтобы проветривало. Здесь у нас помидорчики тоже в контейнеры упаковываются. И здесь у нас капуста. Что я не понял, те начальные теплицы, что-что было. Так, вот эти вот четыре штуки у нас есть. Так, есть у нас ещё одна. Здесь у нас клубника. И сюда нужны уже не контейнеры, а ящики. Это всё понятно. Кстати, эту же мы тоже брали. Этот участок мы брали. Этот участок мы взяли. Но здесь, походу, нихрена нету. Может быть, даже и зря мы его взяли. Потому что здесь вон капуста внутри. И я тоже ни триггеров не вижу, ничего здесь. Мне кажется, она нам нахрен не надо. Давайте продадим. Если я не прав, ну уж извините. Да и тем более пять тепличек нам сейчас по горло хватит. Тут, друзья, есть большой косяк в том, что у нас нету жидких удобрений. Нам их нужно тоже будет купить. У нас есть 15 тысяч. Кстати, 15 тысяч это неплохо. Сколько надо сюда воды? Воды надо по 10 кубов на каждую тепличку. Компоста по 5 кубов. Жидких удобрений по одному поддону получается на все, чтобы полностью забить. А ящиков до хрена. Ящики нужны на клубнику. Контейнеры нужны на перец. Томаты, видимо, баклажаны, капусту. Да, везде нужны контейнеры. Все понятно. С одной стороны, конечно, прикольно. С другой стороны, геморрой. Ну ладно, мы любим геморрой, да? Что там, кстати, у этих пацанов? Они работают? Работают. Во! Нормально. Ничего даже не пришлось регулировать. Только сейчас на повороте он, скорее всего, опять остановится. Или нет? Не, не остановится. Он моментально выгружает. Ну и все, пускай катаются. Ха! А эти теплички, видимо, бутафория. Не знаю, зачем можно покупать участки с ними. Толку от них, видимо, нету. Надо будет потом посмотреть этот самый обзор карты от автора. Что он там про них говорил. Ну пока у нас их 5. В общем-то, давайте оставим их 5. Сначала нужно привезти воду. Друзья, я не буду, как обычно, все забивать полностью. Мы это перенесем на стрим. Правда, я не знаю, будет он или нет. Потому что я сейчас готовлюсь к небольшому отпуску. И пытаюсь наперед записать серии. Возможно, надо будет. У нас тут как раз он Зил с Дегистатом. Сейчас мы его выльем отсюда и привезем воду. Там-то пляк закончился, он больше не хочет ездить. Тут он вообще мало осталось. Надо на заправку съездить. Ну ладно, заправку потом съездим. Сначала воду. Вообще, сначала Дегистат надо вылить. Теакс. Дегистат. Нахрен отсюда. Заодно бабочки. Немного, но приятно. Теакс готово. И поехали вон там недалеко у нас озеро. Наберем прямо оттуда воду. Я думаю, им чистая вода не нужна. Подойдет и обычная. Так что погнали. Эй, дружище алканафты. Я по вам даже прям соскучился. Извините, конечно, но у меня тут эта точка набора воды. Я отсюда воду ввожу. Ну ничего, я вас долго тут тревожить не буду. Я уже все. Пока. До свидания. Ну твою ж мать. Ну вот опять. Ну вот сколько можно? Некоторые, наверное, помнят тот самый стрим, где количество этих переворотов просто зашкаливало. Ну ладно, не суть важна. Нам нужно куда-то вылить воду. И вопрос, куда она здесь выливается. Это хороший вопрос. Видимо не сюда. Может быть в саму теплицу. Везде надо по 10 кубов. Мы выльем по 2 получается, да? Да. Сюда. Ну почти 2 получилось. Хорошо. Опс. Осторожненько здесь. Так, сюда тоже надо 2 вылить. Есть? Есть. Ну тоже примерно. Почти 2. Чуть больше. Ну у меня, знаете, глаз это самое. Такой себе кривой. Я не умею ровно отмерять, что все нормально. Так, сюда еще 2. Еще чуть больше получилось. Ну да ладно. Ничего страшного. Так, в четвертую тоже 2 куба. Аккуратненько вот так вот. Хоп. Во. Ну почти. И в последнюю остается тоже еще 2. Сейчас вылим это все дело туда. Оп. Стой, 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 стой. Аккуратно. Что ж ты так неповоротливый такой? Точнее, чрезмерно поворотливый. Все. Зилка отгоняем. В нем 5 литров топлива осталось всего. Надо его не забыть заправить будет. Я люблю забывать заправлять технику. Это у меня совсем беда с этим. Так, соответственно, водичка есть. Водичка есть. Надо, блин, где-то надо быть контейнеры и удобрения. Удобрения, в принципе, мы купим. Если хватит денег. А денег, блин, не хватит. Ладно, давайте сначала займемся компостом. Компост у нас есть свой. Погнали туда за ним. Добро пожаловать на наш компост мастер. Мы его еще в первом сезоне запустили, когда купили коровник. И вот оно пришло время. Здесь у нас стоят удобрения. Они ждут своего часа, когда будет удобрения 7 поля. Мы их пока просто в сторонку отодвинем, чтобы не мешали. Соответственно, вот у нас есть камазик. Он на 15 кубов. И мы с помощью него сейчас отвезем этот самый компост на наши теплички. Давайте его вот здесь вот так вот припаркуем. Увы, этот компост надо брать погрузчиком или лентой, или фрезой. Наверное, надо было фрезу сюда тащить. Что-то я не подумал. Но решил уже, знаете, по фэншую взять погрузчик. Тем более он у нас есть. Так что давайте нагрузим сейчас по-быстрому этот самый прицепчик этого камазика. Боже, как я не люблю работать с погрузчиком. Вы бы только знали. Такс. Значит, погрузчика оставляем здесь. Берем камаз. Там почти 15 кубов должно быть, да. Чуть-чуть не хватает, потому что ковш почему-то чуть меньше, чем 3 куба ровно набирает. Ну и ладно. В общем-то, сейчас мы это все дело везем на наши теплички. Эй, друзья, мы вам тут компостика привезли. Наверное, он туда же высыпается, куда и вода. Один триггер должен быть в той бочке, будет храниться. Или нет. Или вот здесь он будет храниться. Да. Он сюда высыпается. Соответственно, по 3 куба надо каким-то образом ровненько сейчас высыпать на каждую тепличку. Ну, плюс-минус. И последний высыпаем. Отлично. Компост у нас тоже есть. Соответственно, камаза паркуем вот здесь. Пускай курит. И, друзья, погнали в магазин. Нет, друзья, соврал. Сначала на лесопилку. Смотрите, у нас здесь есть три контейнера. Последний не полный. Значит, два контейнера у нас есть. И есть одни ящики. Соответственно, нам надо купить еще два этих самых, два контейнера. Нужно купить еще два контейнера. Все понятно. Тогда нам надо в магазин. У нас здесь вроде как можно их купить. Контейнер, контейнер. Можно купить. Две штуки. 4 тысячи они будут стоить. Хорошо. Берем. И еще, друзья, нам надо купить жидкие удобрения. 5 поддонов. И мне кажется, что у нас нихрена не хватит денег. Да. 3 200 на 5. 15 тысяч надо. Даже 16. У нас нету столько денег. А-а-а. Надо что-то продать. Что мы можем продать, а, друзья? Да мы много чего можем продать на самом деле. Нам 4 косаря надо. Ладно, мы продадим сахар или пудру сахарную. Сахарную пудру, скорее всего, продадим. Или сахар. Не, сахар. Сахарную пудру мы продавали. Продадим немного сахара. Знаете, друзья, что я подумал? Раз уж мы забираем отсюда с лесопилки ящики и контейнеры, то мы заберем оба ящика. И на клубничку сразу их отвезем. Их там надо до хрена. Лишними не будет. Но для начала едем в магазин забирать то, что мы купили. Там два контейнера еще. Прибываем в магазин. Здесь у нас есть два контейнера. Давайте их выгрузим. Создать один поддон. А второй? А, на месте второго я, видимо, сам стоял или нет. Создать еще один поддон. Хорошо. Загружаем это на газон. Раз и два. Давай второй тоже грузись. И потащили это все дело на тепличке. И перевозим на тепличке мы эти самые контейнеры и ящики. Контейнеры и ящики. Сколько геморроя. Но на самом деле, с одной стороны, тоже прикольно. Давайте остановим это все дело у нас здесь. Заглушим двигатель. И погнали разносить. Так, смотрите. Сюда нам нужны на клубнику ящики. Вот у нас есть два ящика для клубники. Их, соответственно, мне кажется, их надо выгружать сюда. Да. Хорошо. И второй тоже тогда выгрузим сюда. Все. Пошло. Сколько всего надо? Да хрена надо. Я понял. Вот. А контейнеры, соответственно, разнесем на остальные теплички. Раз контейнер. Мы, конечно, правда, на выходе получим тоже по одному контейнеру всех этих овощей и фруктов. Точнее, просто овощей и ягод. И ручками приходится это разносить, потому что не в ту теплицу, если поедем на зелке, не в ту теплицу попадает. Точнее, на газоне. Поэтому все ручками аккуратненько, чтобы все было четенько. И последний. Давай. И знаете, кстати, друзья, что я подумал? Я не хочу продавать сахар. Я ничего не хочу продавать. У нас через 11 минут нам прилетит бабло. Правда, у меня нет времени их ждать. Поэтому мы промотаем время немножко. Самую малость. Вот смотрите. Вот так вот. Если уже не хватит нам. А нам хватит. 24 тысячи стало. 12 тысяч прилетело. Отлично. Вот. Следовательно, у нас есть деньги, чтобы купить удобрения. Поэтому погнали в магазин и купим их. И еще раз здравствуй, магазинчик. Соответственно, покупаем 5 вот таких вот штук. Раз, два, три, четыре и пять. Есть? Есть. Отлично. Соответственно, загружаем их. Не, не загружаем. Там же должно работать. Это у нас не поддоны, да? Может, это миссионные поддоны? Типа дефолтные. Я в это поверю. Нет, это даже не миссионные поддоны. Может, это тогда большие поддоны? Да, это большие поддоны, и их всего два влазят. Ну, твою ж мать, а? Ну, уж нет, я не намерен это возить 5 раз. Мы тогда погрузим это вручную и привяжем ремнями. Ну его нафиг, друзья. Я все понимаю. Реализм, все дела. Но я тороплюсь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не перевешивай. Вот так вот мы тебя положим, и ты один хрен падаешь. Ну, твою ж мать, а? Тихо. Ладно, мы его положим вот сюда. Такая вот хитрость тупая. Ничего не поделать с этим. Здесь тоже ремнями привязываем. Потащили это все дело, ну, потащили, короче, на тепличке. Так, здравствуйте, теплички, еще раз. Я вам уже, наверное, надоел, но ничего не поделать. Отстегиваем ремни. Давайте сначала те поддоны, которые у нас без автопогрузки. Начнем с дальней теплицы, не знаю зачем, но начнем с дальней. Скорее всего, там же, где и вода у нас это дело будет разгружаться. Да, так оно как-то без звуков разгружается. Странно. Так, соответственно, здесь у нас все есть. И да, пошло у нас орошение тепличек. Короче, это все дело запустилось. Это неплохо. Давайте запустим и остальные. Это да, у нас же 10 худобрений. Просто хоть жопой жуй. Можно было, кстати, их и не брать столько. Ну да ладно. Соответственно, выгружаем это сюда. Там это тоже все дело запустилось. Выгружаем в третью. Так, раз, два, три. Вот это третья. Здесь это тоже все запустилось. И теперь берем вот эти. Последние два. Соответственно, запускаем вот эту тепличку. И запускаем последнюю тепличку. Где она? Вот она. Тихо поддон, не падай. Все же нормально было. Что ты начинаешь? Все. И это у нас пошло. Отлично. Радость-то какая. Так что у нас скоро будут свежие фрукты и овощи. Ягоды. Не знаю пока зачем, но когда-нибудь они нам понадобятся. А может быть и сами будем их кушать. Почему бы и нет? А можно будет отвезти на рынок, продать. Что-нибудь, короче, с ними придумаем, поверьте. Кстати, сколько здесь скорость производства, интересно мне. 400 литров в час. Кошмар. Это очень медленно. Ладно. Соответственно, друзья, по прошествии нескольких часов. Клубника тоже 400, кстати. Да, тоже 400. Тут появляется анимация вот такой вот клубнички. Блин, прикольно. Но это не в анимации. И ладно, клубника на самом деле ужасно сделана. Некрасиво, я вам скажу. Здесь у нас уже стоит готовый ящик с этой самой клубникой. И готовится следующее. Но вот ящики еще более-менее сделаны. Сама теплица так себе. Прямо от слова совсем. Тут у нас стоит перчики. Уже готовые. И, соответственно, перчики вон растут. Можно собирать. Контейнеры закончились. Понятно, да? Надо будет контейнера привозить. Баклажаны, соответственно, здесь растут. И ящик с этими баклажанами. Блин, у текстурки. Ну, я бы сказал, вот на свапе прям точно они красивше. Хотя эти менее лагучие. Здесь полигонов поменьше будет. Они менее лагучие будут. Соответственно, помидорчики у нас тут растут. И в последнее у нас растет капуста. Капуста вот такие вот здоровые кочаны. И вот такие вот маленькие в ящике. Удобрений потрачено немного. Воды потрачено немного. Компоста тоже потрачено немного. Самый ресурс здесь в этой ящике будут контейнеры. Самый нужный ресурс. В общем-то, друзья, на этом будем заканчивать. Осталась у нас одна серия в этом сезоне. Ждите. На следующей недельке она будет. Еще раз напомню тем, кто хочет получить специальные плюшки за спонсорство. Ссылочка есть в описании на Patreon. Не забывайте про ваши лайки, комментарии. Про ваши лайки. Ну, да. Всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok